Эпицентр Минески, как тебе в целом игра? Игра очень-очень-очень достойная мажора, игра сущий валидол, здесь, ну, действительно, игра была на Тонниково, решили частные моменты, несколько ошибок от Минески, перевернули игру, и даже не только ошибки, сколько великолепная игра от Соло, пятой позиции, Virtus.pro, вот он действительно в нужный момент решил, тогда, когда все было в руках у Минески, и за счет этого они выиграли. Игра могла быть с легкостью проиграна, если вот не один этот момент команда Virtus.pro. Скажи, пожалуйста, а это вообще твой первый крупный турнир, или еще были какие-то турниры, где ты комментировала? Крупные турниры у меня были, там я и на Daki несколько дней работала, один день, прошу прощения, я работала и на Galaxy Battles, который был мажором, потом отменили, у него этот сатус отозвали, потом и на Эпицентре я была до этого, групповая стадия, квалификация, но это первый мой лан, то есть я впервые была в зале со зрителями и смотрела игру вместе с ними. Это здорово, сильно волновалась? Безумно, я до сих пор волнуюсь, если честно. У тебя сегодня еще день рождения, верно? С днем рождения тебя, и скажи, пожалуйста, каково это работает в свой день рождения? Учитывая то, какой это матч, где этот матч, это можно считать как подарок, но обложиться в свой день рождения, это, конечно, то еще, на мой взгляд. Ты знала, что ты будешь комментировать именно ВП и Минески? Я знала, что я буду комментировать Best of 1 матч, второй Best of 1 матч в субботу, и это знала еще до начала плей-офф стадии принципе, но то, что тут именно ВП оказались, это было неожиданностью. Вообще, я хотела поменяться, как только узнала, что ВП, там, сесть на другой матч, на Flight of Moon, например, но мне не дали, сказали, что технически это невозможно. А как ты стала комментировать? Может быть, тебя что вдохновило? Ну, скорее, не хотела заниматься обычной журналистикой, я поняла, что это не мое, и я хотела стать журналистом где-то чуть-чуть поближе к киберспорту. И комментирование просто как один... Да, совокупность факторов решила, почему именно комментирование, но это такая долгая история, что рассказывать сейчас трудно. Просто хотела уйти поближе к киберспорту, вообще гейминдустрии. Скажи, пожалуйста, а только Доту комментируешь или еще какие-то игры? Комментирую только Доту, но это не значит, что я одной Дотой занимаюсь. Я, разумеется, знаю и хорошо разбираюсь, как мне кажется, и во многих других играх, но вот комментировать их просто нету возможности из-за того, что работа предоставляет. Сейчас Дота много, допустим, Overwatch, единичные турниры, и эти турниры там тоже по-своему поделены, там, по пакбу тоже там буквально единицы какие-то, ну а КС, ну КС я просто не люблю как сам жанр игры и прочее, то есть мне тысячу раз предлагали перейти и начать комментировать КС так же, но душа не лежит. Скажи, пожалуйста, а если бы тебе предложили сейчас пойти в какую-то студию аналитики или в какую-то топ-команду, то какую бы ты выбрала? Выбрала ли я бы вообще? Я просто знаю, что там, когда бы мне предложили, что я, скорее всего, не смогу нехорошо отыграть, нехорошо проанализировать, потому что это требует авторитета, у меня этого авторитета нету, и я бы не стала ничего выбирать, я просто не стала бы этим заниматься. А авторитет набирать планируешь? Ну, авторитет, это, к сожалению, уже не от меня зависит, все, что я могу, это делать свою работу, делать ее как можно качественнее, авторитет, если я все буду делать правильно, он пройдет. Поняла, а расскажешь историю своего никнейма? Ударилась головой, а клавиатура, то, что получилось, и есть мой никнейм. Это забавно. Хорошо, спасибо тебе огромное за прессу. Ребята, с вами была Дарья, и она, по-моему, очень классно скомментировала игру. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Kampf Продолжение следует...